Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 мая, на улице холодно, я работаю в теплице. И мы вот за эту последнюю неделю, я уже устала переодеваться, сейчас на мне в полном смысле слова 100 одежек. Зашла сюда утром 8 градусов всего было, без малейшего отопления. И поэтому начинаю работать одетая, потом разогреюсь, разденусь. Хочу сразу поздравить всех с праздником 1 мая. Но для огородников 1 мая это не столько празднование, а сколько возможность лишний раз, еще раз побольше поработать у себя на участке. Вот это у меня, вы видите, теплица номер 1. Для получения раннего урожая, где высаживаю я первые-первые томаты с самых первых посевов. Вот вы видите, туда уходят ряды, все уже почти высажено. Там осталось несколько лунок и вот здесь в углу. И теперь, когда все томаты высажены, я вот села на ведро и спокойно сейчас вам расскажу общую, сделаю итоговую, вот такую, как обзор всех способов высадки. Кто подписан и смотрел все по порядку видео, те, наверное, помнят, что я в первую очередь рассказала о самом быстром способе. Это когда я готовила лунки задолго до высадки в грунт. Вот этих томатов. Я туда перегной землю все добавляла, все там переминала, растирала, добавляла удобрения, поливала, закрывала пленкой. И оно у меня все там как бы дозаривалось. И были уже дырки сделаны специально. Потом я просто вышла и вот так высадила. Это самый быстрый способ. Второй способ показывала традиционный. Тот, который мы обычно делаем в грунт высаживаем или в теплицу. Это просто заходишь в теплицу, например, выроешь лунку, все вот так там разгребешь, добавишь, что нужно, посадишь растение, польешь. Он может быть сухим и мокрым. Это то есть до посадки можно пролить лунку и потом уже высадить в мокрую. Но и также многие практикуют сухой способ. Это то есть раскопать, вставить растение и потом сильно-сильно полить. Прям до мокрого, до лужи. Оба способа хороши, кому какой нравится. Потом третий способ. Я рассказывала, самый трудный, самый трудоемкий. Это когда мы высаживаем переросшую рассаду в горизонтальном положении. Тут тоже вариантов очень много. Вот мне там в комментариях добавили, что нужно высаживать под 45 градусов, что корень должен быть длиннее, ой, глубже, углублен. Но тут, знаете, все высаживают по-разному. Некоторые просто делают канавки борозду. И вот так один за другим кладут, кладут, кладут. Все укладывают и закрывают. Некоторые индивидуально выкапывают. Для каждого выкапывают вот такую с корнем глубже канавку. Это вы знаете, вы когда сами попробуете, вы сами поймете, как вам удобнее. Или так, или так. Но все варианты приемлемы. И так вырастает, и так. Только после такой посадки горизонтальной, если они глубоко укрыты, то желательно не рыхлить. Можно повредить корни. И потом, четвертый способ я показывала, как вот эти вот я высаживаю. Рассада, которая хорошая, не переросшая, стоячая. Но она высокорослая сама по себе, двухметровая в готовом виде. Ее обычно люди стараются немного заглубить, чтобы чуть покороче стало. Чтобы кисти были пониже к земле. И вот так колом делаешь, вот так воронкообразную эту ямку. И туда кладешь. Вот смотрите, после этого, так как все способы в один день невозможно же показать. Это, во-первых, как я вот какой способ высаживаю. Первый был такой, второй такой, потом такой, потом такой. Тем более у меня лежа всего шесть штук. И я, конечно, каждому способу посвятила отдельный видеоролик. И тут какая ситуация? Как только выходит видеоролик с одним каким-то способом, и многие комментаторы пишут, что ой, он не подходит, это мне не нравится. Так для этого я и делала целую серию видеороликов о разных способах. Если вам не подходит первый, кто-то пишет, мартышкин труд, мне очень понравилось. И многим понравилось, потому что при этом вот эти уплотнители, ранняя зелень, редис, салат не повреждается. У меня вот уже здесь и рукола, и салат, и редис скоро будет готов. Кому не понравился первый метод, тому понравится второй. Кому не понравится второй, могут использовать четвертый. У кого переросшие, могут использовать третий. Можно выбрать вот из всего этого разнообразия какой-то один, который подходит вам. Но если уж вам не один способ не понравился и не подошел, ну, это проблема в вас, наверное. Это тут каким-то способом все равно можно высадить. И вот проблема в том, что... Не проблема, а наоборот даже достоинство этих всех способов в том, что они нам нужны в разных ситуациях. Бывает, что вам, например, третий или четвертый не пригодится никогда в жизни. Вы вот как традиционно высаживали и будете высаживать. У вас, например, не будет никогда переросшей рассады. Вы, например, не высаживаете двухметровые или не углубляете их. Вам достаточно, что они вот так растут и растут. Бывает, что да, они вам не пригодятся. Но я вам показала, что в реальном огороде и в нашей реальной жизни бывает, что мы используем все их и еще два дополнительно придумываем, как излогчиться. Потому что вот я показывала все в одной в этой теплице. Все четыре способа в этом году мне пригодились. Коротышек высадила быстрым способом. Обыкновенных таких детерминатных, не очень высоких, высадила традиционно. Потом три самые-самые первые, которые уже немного переросли, три ведра, высадила горизонтально. Это самым тяжелым способом. Конечно, я все не буду так высаживать. Это очень трудно. И высокорослые вот эти двухметровые высадила четвертым способом. Вот и получается, что каждый из этих способов, возможно, вам пригодится. И, возможно, пригодится даже в один и тот же год и в одном и том же месте, то есть в этой теплице. И вот этим итоговым видео я хочу обратить ваше внимание на то, насколько разнообразны вот эти способы. Ну, короче, насколько разнообразно вообще вот это огородничество, ведение вот этого хозяйства огородного, что, возможно, кто-то использует все эти способы. Ну, просто мы никогда не задумываемся. Мы делаем, я же тоже, когда для себя начинала в молодости выращивать, просто думаешь, вот зайдешь в огород, ну, что делать с этим томатом? Вот он такой длиннющий-предлиннющий. Ну, куда я его? Так появилась у меня палка, это кол. Когда я вот так прям кол вот настолько засаживала, ну, это уже когда в открытый грунт, когда земля теплая, вот настолько вот его засаживала и без стакана, безо всего, просто обмыв всю эту землю с корневой системы, вот так вот заталкивала туда этот переросший томат. И вот из такого полметрового томата у меня получался вот такой аккуратненький росточек, который начинал сразу же цвести, плодоносить. И вот эти томаты сильно заглубленные, я потом поняла, что их можно реже поливать, они ведь на такой глубине, они никогда не пересыхают. У каждого метода в течение жизни наблюдаешь и находишь какие-то свои достоинства. Вот, например, коротышки, когда я быстрым способом высадила, естественно, мне даже не придет в голову с помощью кола их туда заглублять. Они всего-то вот такие, куда их заглубишь? Им подходит вот этот быстрый способ. Раз, придавил, раз, придавил, все быстро, хорошо. И для каждого томата нужно найти свой подход и свой способ высаживания. И когда я все эти видеоролики сняла, все рассказала, даже дополнение вот к сложному этому горизонтальному методу, дополнение сняла вот через сколько сантиметров, что они могут получиться внахлест. Одна еще не закончилась, а вторую уже надо выкладывать. Одна зрительница написала. Так долго ждала, вот когда опишите этот метод. У меня несколько переросчиков, думаю, ну вот уж Оля-то там знаменитый блогер расскажет. А она просто вышла вот так, вот так, вот так, и ничего не показала. Хорошо, хоть не сидя на стульчике. Мне это было так интересно. Тут же в описании к видео написано, что в предыдущем видео пошагово, всем заходов, я все-все-все показывала. А дальше это просто дополнение, вот про длину. И вы, если вам нужна эта информация, вы сами немного прикладывайте усилий, чтобы как-то найти, или хотя бы глазом посмотреть, читайте видео, вот, к роликам. Сейчас делаю подробные видео, добавляю туда ссылки предыдущих видео. Все для вашей пользы. Но если вы когда пишете, ну хорошо, хоть не сидя на стульчике, значит, наверное, вы вообще не понимаете, что такое огород и работа сейчас весной. И если честно, я сижу на стульчике только вот эти 3-5 минут, когда снимаю видеоролик. А остальное время... Во! Конечно, неприятно читать такие неуважительные комментарии, вот в неуважительном тоне. Особенно, если ты перед этим вот выложил все, вот вообще все разжевал, все по капельке, все сложил, все вот так красиво, в оберточку вот так положил конфетку. А она раз взяла и выронила. Ну все, поздравляю вас всех с 1 мая. Не будем вот на таких... Ну это поверхностные люди, наверное, они вот так вот скачут поверху, какие-то верхушки сшибают. В огороде нужно заглубляться вниз, нужно вот туда смотреть поглубже. Такие основательные должны быть у вас, основательный такой подход. Поздравляю всех с праздником. Несмотря на плохую погоду, настроение хорошее, потому что по прогнозам, все-таки немножко прогнозы они совпадают. Вот я как похолодание обещали, я говорила, что будет, было. Жара была, все сбывается. И вот по прогнозам, эти два дня сегодня и завтра, сегодня ночью минус 4, самые последние холодные дни, а потом наступит лето, райская жизнь, все здесь зацветет. И я хочу сказать, что только высадила несколько дней назад томаты, они были даже у некоторых цветочной кисти не очень видно. Все бутенмы вылезли сразу наружу, все, они на готове. Вот как у меня выражение, все на чемоданчиках ждут тепла. Все, до свидания, желаю всем здоровья, желаю всем успехов. Сейчас, несмотря на то, что комментарии приходят, что у многих что-то подмерзает, но нынче погода очень непредсказуемая, я такой погоды не видела. У нас всегда было, конечно, похолодание, снег, но таких сугробов и вот таких морозов продолжительных, как было перед этим, не было никогда. Но будем теперь и к этому привыкать, будем теперь знать, что можно в конце апреля бабу снежную лепить, в снежки поиграть и одновременно будут у нас томаты расти, а мы будем на лыжах кататься по огороду. До свидания.